Россия готовит массовое закрытие шахт на Донбассе в 2023 году. На подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР территориях уже работает комиссия Минэнерго РФ. Они проводят оценку предприятий в регионе. Российские чиновники считают угольную отрасль Луганской и Донецкой областей бесперспективной. Они посчитали и сказали, что рентабельность шахт – это только 2 или 3 шахты можно оставить. Шахта, к примеру, комсомоль из Донбасса. Оставить на несколько лет шахты в Свердловске. Это шахта Красный партизан, уголь антрацитов. Все остальное закрыть абсолютно. В далеком 2014-м российские оккупанты пугали жителей Донбасса тем, что якобы Украина закроет шахты. Но предприятия продолжали работать. Теперь избавиться от промышленности решили сами оккупанты. Им это стало экономически неинтересно. В свою очередь Украина всегда датировала угольную отрасль, потому что мы понимали, что так сложилось. Там живут шахтеры, там под эту угольную инфраструктуру заточены все инфраструктурные предприятия, привязаны к предпринимательству. Нельзя было просто так взять и закрыть, потому что это был бы социальный взгляд. Согласно оценкам на заводах и шахтах, на неподконтрольной Киеву части Донбасса до сих пор работают около 30 тысяч человек и функционируют около 30 шахт. Почти все эти сотрудники – мужчины. Именно благодаря этой работе они получили бронь от участия в войне. Теперь же уволенных сотрудников отправят воевать. Процесс уже запущен, констатирует глава группировки ЛНР Леонид Пасечник. На сегодняшний день грозов, тех, которые работают в шахтах, 58 мобилизованы. Они находятся на фронте, и шахты становятся нерентабельны. Однако не только мобилизация уничтожает угольную отрасль Донбасса. Создание квазереспублик фактически отрезало Донбасс в 2014 от мирового рынка. Сбыт продукции шахт и заводов уменьшался из года в год. Уничтожив в Ордло угольную отрасль, россияне урежут дотации региона и высвободят мужчин для своих нужд. Как вариант их могут переселить на работу в Россию? Часть людей они, конечно, переведут на российские шахты. Компании очень активно забирают украинских шахтеров. Всегда забирали. Это еще в 2020 году было. Потому что низкая оплата труда и, соответственно, условия труда тяжелее наших рабочих на этих шахтах. Соответственно, их эффективность работы в других условиях, более легких, становится более эффективна. Да еще и за ту же оплату труда, которую получают там аж не шахтеры, к примеру, где-нибудь в том же Нижнем Тагиле, в том же Кузбассе. Там, кстати, даже конфликты есть между приезжими из временно оккупированной территории Украины и местными рабочими, потому что конкуренция создается. По словам правозащитников, россияне плавно готовили украинцев Донбасса к отречению от статуса угольного края и промышленного гиганта. Именно таким регион был при Украине. Теперь же отказались даже чтить шахтерский труд. В этом году они ведь даже День шахтера не праздновали. Это впервые, впервые я вам хочу отметить. За всю историю Донбасса это, знаете, наверное, такой черный день для временно оккупированных территорий, потому что всегда День шахтера на этих территориях, это был такой, как Новый год. Ну, потому что каждый второй мужчина работал на шахте или был связан с угольной профессией. Все. Оккупанты на этом ставят крест, ставят крест на исторической памяти. Помимо шахт, оккупанты также планируют закрыть заводы на временно оккупированных территориях. Первыми могут остановить Янакиевский металлургический завод в Донецкой области и Алчевский коксохимический в Луганской области. Оба завода до 2014 года были одними из самых мощных в Украине и создавали тысячи рабочих мест. Какое будущее ждет угольный и промышленный край после закрытия градообразующих предприятий? Прогнозы экспертов неутешительны. Целые города, к примеру, город Золинск, поселок Фащевская, город Ровенький, город Андроцит, Красный Луч. Ну, то есть масса городов останется без градообразующих предприятий. Надеяться на то, что там что-то построит Российская Федерация, ну, это сказки все. Закрытые предприятия больше никогда не смогут открыться вновь, ведь прерывать цикл производства нельзя. Например, остановив металлургический завод, необходима полная замена доменной печи. А такие затраты попросту нерентабельны. Аналогичная ситуация и с шахтами. Для их стабильной работы нужны круглосуточно работающие насосы, откачивающие грунтовые воды. При их затоплении шахта не подлежит восстановлению, а для покупки аппаратов по осушению шахт необходимы миллиарды долларов.